Не знаю кто как, а я вот продолжаю верить в принципы англосаксонской журналистики, в их принципов этих незыблемость, достоверность, неподкупность, беспристрастность. Если в это не верить, то что останется? Как тогда вообще работать? Однако вера эта все время подвергается серьезным испытаниям. Вот опубликовали внутреннюю переписку сотрудника телекомпании BBC. Знаете, что это такое? BBC. Это цитадель. Да нет, это алтарь. Да что уж, это просто святой грааль этой самой англосаксонской журналистики. Корреспондент пишет своему коллеге в Париже. В Париже, охваченном беспорядками. В революционном Париже, как сказали бы советские политобозреватели, политобозы. Но то советские. У них ко всему был предвзятый подход. Догматический, марксистско-ленинский. С заранее известными выводами. Во всем виноват мировой капитализм. Другое дело англосаксы. Вот что пишет корреспондент своему коллеге во французской столице. Любой ценой, говорит, найди в этих беспорядках русский след. То есть во всем, что происходит в мире плохого, виноваты мы с вами. Если в кране нет воды, значит мы ее выпили. Согласитесь, что это гораздо конкретнее, чем абстрактный какой-нибудь мировой капитализм. И вот сейчас, буквально пару часов назад, Тереза Мэй выступила в парламенте. С чего же она начала свое выступление, посвященное Брекзиту? Правильно. Она уверила соотечественников, что будет и дальше изо всех сил бороться с российской дезинформацией. Это означает, на мой взгляд, следующее. Если, скажем, мы попытаемся оправдаться, ну, пискнем там из-за угла, что не пили мы воду в кране. Мы даже не знаем, откуда этот кран торчит. А нам бац, дезинформация опять эта русская. Короче, как говорили у нас во дворе, будут бить и плакать не дадут. В чем еще я и вы виноваты? Это точно знают на родине Би-Би-Си и русофобии. Подробности у Григория Емельянова. Редакция требует крови. Эти слова журналистки русской службы Би-Би-Си очень точно описывают ту атаку на информационном фронте, которую западные СМИ развернули против нашей страны. Российские хакеры в США, российские подстрекатели в Каталонии, российские отравители в Британии. Теперь вот поиск российского следа во Франции, где бастуют желтые жилеты. Переписка журналистки Би-Би-Си Ольги Ившиной с коллегой в Париже, попавшая в распоряжение РИА Новости, пример того, как корреспондент объективного и беспристрастного, как нам говорят издания, буквально выдавливает из собеседника нужную информацию. А может какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо? Может они там котлеты массовые едят, например? Или там ультраправые, может, главные заводилы? Я ищу углы, да. Ну, редакция требует крови, а что? РИА Новости приводит еще интересные детали. Так, корреспондент Би-Би-Си настойчиво спрашивает, есть ли на парижских улицах национальный фронт, то самое движение ультраправых, возглавляемое Марин Липен. И если есть, будут ли они говорить о Путине и связи с Москвой, сообщает РИА. Российские журналисты обратились в лондонский офис Би-Би-Си за комментариями. Все получили один и тот же ответ. Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже. Однако в итоге в ее репортажах возможная связь с Россией не упоминается вовсе. Четыре года назад вокруг журналистки Ившиной уже был скандал. Би-Би-Си удалила со своего сайта ее сюжет о крушении малайзийского Боинга в Донбассе. Объясняли так. В сюжете звучали обвинения без уточняющих пояснений журналиста и не было экспертного мнения. А по факту ополченцы ДНР рассказывали, что в момент катастрофы в небе были украинские самолеты. При этом журналистка утверждала, что не может подтвердить ни одну из версий гибели Боинга, включая принятую Западом версию про якобы российскую установку Бук. И тогда и сейчас в офисе Би-Ви-Си повторяли, что придерживаются принципов беспристрастной и независимой журналистики. То же самое, наверное, говорят о себе и в редакции британской Таймс, первой запустившей утку про связь России с желтыми жилетами. Сами французы доказательств этому, напомним, не нашли. В нашем МИДе говорят, что будут обращаться в ОБСЕ с требованием дать оценку происходящему. Хотя антироссийской истерии уже никого кажется не удивить. Поражает вот что. Эта история не столько нелепа, она унизительна для французов. Получается, что им отказано в праве выражать свое собственное мнение, потому что за них это решили в Москве. И эта страна с настоящими традициями демократии, ну, по крайней мере, нас так учили в институте. И сегодня оказывается, что нет никакого свободолюбия, нет никакого плюрализма, нет никакой свободы слова в этой стране. Есть только некие пророссийские якобы тролли, есть некие боты, которые управляют французами. И вот это вездесущая рука Москвы. Это унизительно для Франции. Но может быть, одна из задач именно и унизить Францию? А ведь и правда, что-то подобное мы уже видели. Вот оно, Дональд Трамп, снимающий перхоть с пиджака Эммануэля Макрона. Вот это ощущение снимаемой перхоти и тут. Может, и тут где-то рядом рука Дональда Трампа. А верные британские союзники прячут американский след за вымышленным русским. Очень уж независим стал французский лидер, в том числе и в Крамольном для США, в вопросе сотрудничества с Россией. Это не нам, а Трампу мешает Макрон. А в Вашингтоне для достижения своих целей не стесняются валить с больной головы на здоровую. Крупные очень французские деятели прошлого уже не один раз сказали, что то, что сейчас происходит во Франции, это новый вариант 1968 года, когда свергали Деголя. Про 1968 год и как свергали Деголя с помощью французской молодежной революции, мы знаем все. Все архивы рассекречены. Это 100% американ. За этим стоит очевидно ясный американский след. Русского следа нет, потому что русским там ловить нечего. И еще о технике дезинформации. На днях хакеры из группы «Анонимус» опубликовали очередную порцию документов о дезинформационных компаниях Лондона. Ссылок много, но большинство страниц уже удалено. Сохранились лишь копии текстов. Есть и то, что касается нас. Вот, например, советник парламентского комитета по обороне Крис Данелли. Он то лоббирует исследования о якобы российском вмешательстве в события в Каталонии, то без зазрения совести пишет, на месте властей в Киеве приказал бы минировать Севастопольскую бухту. Для справки, если советник не знает, там не только военные корабли, но и пассажирские суда ходят. Смахивает на призыв к терроризму на государственном уровне. Хотя, возможно, западные СМИ объяснят, что это такой новый цивилизованный метод борьбы с мифической российской агрессией. Григорий Емельянов, Юлия Заграничного, Артем Тихонов, Наталья Лобанова и Олег Смольков. Первый канал.